Помните, как все десятилетиями смеялись над кремлевским шутом Жириновским? Если я стану президентом, у нас вновь появится удалая тройка! Шоу! Подлец! Подлец! Скотина! Владимир Вольфович! Подлогрязная свинья! Будем угрожать и будем расстреливать вас! И буду указывать, что делать! Дальше протестов председает сам! Эмоции, эмоции, успокойте! Вопросов нет. Жирик действительно искусно годами изображал скандального и эпатажного оппозиционера. Пропадите пропадом! Пошел вон отсюда! Израильская собака! Подлость, гадость, преступники! Свои придурки! Убирайтесь вон! Бандиты и воры! Совестная сидишь здесь, фигуристка! Меня боится весь мир, вы об этом знаете? Ненавижу вас! Боже, царя храни! Он активно закидывал в массы якобы сумасшедшие идеи, над которыми демонстративно хохотал сам Путлер со своей свиты. Почему Софья выбирает между умным Чацким и дураком Молчалиным? Молчалина! Потому что у него постоянная зарплата, он чиновник, он коррупционер. Кто главный персонаж Муму Тургенева? Говорит, собачка, собачка, как мог быть, собачка, щенок, главным героем, с кого брать пример? Знающие люди, конечно же, твердили, что Жириновский никакой не клоун, а лишь скрывающийся под его маской рупор власти. Украина войдет в НАТО. И НАТОвские войска будут стоять под Курском и Смоленском. И теперь, в 2022 году, уже нет никаких сомнений в том, что он и правда все это время был самым настоящим ретранслятором кремлевских планов. Я рассчитываю на успех в марте 2024 года. Никакой Украины не будет, никаких Зеленских. Никто не будет нас унижать, срывать наши флаги. Ну то есть он под соусом абсурда выдавал все то, что сегодня на серьезных щахт заявляет власть в РФ. Будет Киевская губерния, Житомирская, Донецкая, Херсонская, Харьковская, как при царе было. Сколько раз он говорил о захвате Украины уже и не засчитать. Да буквально в декабре 21-го года, то есть за три месяца до начала полномасштабного вторжения Мордора в Украину, Жириновский с трибуны Госдумы называл точную дату начала войны. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? Четыре часа утра 22-го февраля. И действительно, как уже достоверно известно, Путлер планировал объявить войну именно 22-го, 02-го, 2022-го. Как известно, чокнутый маразматик хорошенько повернут на всевозможных символических датах. Я верю в это. Но по объективным причинам атаковать 22-го у них не получилось. И Путлеру пришлось перенести свою так называемую спецоперацию на два дня. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Также известно, что одной из предположительных дат вторжения РФ в Украину было 1 января 22-го года, прямо в новогоднюю ночь. Так сказать, пока все отмечают и максимально не готовы к нападению. Жириновский тоже об этом говорил в том же декабре 21-го. Вот сейчас шарахнуть 31-го декабря в ночь на первое. Уже все под шофе. Но явно же не собственные идеи задвигал. Ну подождать, там-то разница есть в часах. Поэтому часа в 4 утра, в 5 утра, когда весь этот Запад будет в лёжку лежать. А сколько же раз Вольфович кричал о том, что Украина – это вообще придуманное государство? Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, существовало государство Украина, где и когда. Поэтому никогда в истории не было украинского государства, никогда. Ничего не напоминает. Как Украина-то складывалась? Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич. Сколько раз так называемый кремлёвский шут рассказывал про Малороссию и юго-восточную часть Украины, которые якобы должны быть только в составе РФ. Всё, что Южная Украина и Восточная Одесса, Харьков, Днепропетровск, Черсон, Николаев – это Россия. Новороссия – Мовороссия. А ведь ещё 10 лет назад сам Путлер показательно хохотал и изумлялся выступлением Жириновского. А потом – хоп! – и сам начал один за одним выдавать всё те же маразмы, опираясь на которые, в итоге он умудрился развязать свою позорную войну. Силы есть, ума не надо. Изображал большое удивление пляшивый дед и в 2014 году, когда Жирик орал про то, что России нужно заниматься вербовкой заключённых и отправлять их для участия в боевых действиях. А у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать, из тюрьм их выпустить, штрафные батальоны создать. Ну гляньте, как им всем смешно. Чокнутый тиран бровки вверх удивлённо подымает и смотрит на карманного лидера оппозиции, словно на умалишённого. Ни шагу назад. Вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Придестровья. И они всё пропашут ночью и днём, лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. А чего ж ты, Путлер, сейчас не удивляешься, когда твой бандит Пригожин зэков по всей стране на войну загребает? Что нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней – штурмовики, и вы будете одним из них. От нас вы не будете отличаться ничем. Наверное, потому что идея с привлечением уголовников к военным действиям всегда была прописана в кремлёвских многоходовках. Не так ли? Те, кто двигаются вперёд, те, кто самые борзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю и не понимают, что им делать, понятно, что они попадают за место. Никто не даёт заднюю. Никто не отступает. Никто не сдаётся в плен. То же касается и мобилизации. Оказывается, Жириновский когда-то и про неё говорил. И частично, якобы случайно назвал. Нужно объявить частичную мобилизацию. Просто говорить – это уже не подходит. Они нас не слышат. Они нас не слышат. Нужна мобилизация. Ну то есть получается, что в недовеликой стране абсолютно всё наоборот. Общепризнанный шут тут выдаёт реальные затеи и планы верхушки государства. А те, что мнят себя якобы авторитетными и адекватными представителями власти, на самом деле мелят какую-то чушь и являются истинными клоунами. Запрет – это как раз и есть там, где человек свободен. Да у них же кого не возьми. Все – дебилы. Например, министр иностранных дел на полном морозе рассказывающий о том, что Гитлер был евреем. По-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Ну или с невозмутимым лицом говорящий на чёрное-белое, отрицая факты. То ли про нападение на Украину… Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. То ли про зверство расистов в Буче… Эта верная фейковая атака была предпринята в городе Буче Киевской области. Была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям. Он достаточно умный человек, чтобы прекрасно понимать, что это ложь всё. Во всём цивилизованном мире министры иностранных дел ведут себя как министры иностранных дел. А в РФ и Лавров, который с годами превратился в настоящий рупор лживой пропаганды. Это не дипломатия, а та же самая пропаганда, которая звучит на Первом и других официальных каналах. Его подопечная Машка Захарова – это тоже ещё то посмешище. Лично вам даю разрешение, разрешаю. Можно сказать, повелеваю вам. Вот же оно лицо не просто российской дипломатии, а по сути всего русского мира, который почти всегда пьяный, неуравновешенный, хомовитый и вызывает чувство брезгливости или испанского стыда. И там же каждый персонаж – это просто… Спикер Госдумы Володин с каждым днём всё активнее выдающие кремлёвские маразмы. Поддержка наших братьев, проживающих в Донбассе, на Украине. Макдональдс. Сто процентов российское сырьё. Заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрываются. Но только завтра там уже должен быть не Макдональдс, а у дяди Вани. Порядочность, не слабость. Нам есть всегда чем ответить. Зампредседателя Совета Безопасности Медведев, над словами и постами которого, написанными явно после ни одной выпитой рюмки, хохочут и изумляются все адекватные люди. Текст сразу же отвечает, куда ещё может пойти Россия после Киева. В Казахстан, так как, по мнению автора, это искусственное государство. Другая цель – Грузия, так как до Советского Союза этой страны никогда вообще-то и не существовало. Или пресс-секретарь пляшевого тирана, ставший настоящим ретранслятором путинской лжи. Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несёт иногда такую пургу, я сама смотрю, по телевизору думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Песков, конечно, никогда особо не отличался большой искренностью. Но после начала позорной войны его вообще понесло безостановочно вешать людям лапшу на уши. Я не могу всегда говорить то, что я думаю. Всё, абсолютно всё, что выдаёт сегодня путинский пресс-секретарь, все его объяснения тех или иных событий, ответы, которые он даёт на волнующие народ вопросы, являются тотальной неправдой. В этом и заключается суть пресс-секретаря, работы пресс-секретаря. Всё, что говорит Песков, нужно воспринимать с точностью да наоборот. Но вот с той же мобилизацией. Сколько раз он говорил, что россиянам её не стоит ждать? Да он же буквально до того, как её объявили, уверял, что мобилизации не будет. Речь о мобилизации сейчас не идёт. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Говорил Песков, что не идёт речи и о том, чтобы обменять украинских азовцев на Путлеровского кума Медведчука. Песков заявил об отсутствии обсуждения обмена Медведчука на пленных. Украине удалось вернуть 215 военных, в том числе более 100 защитников Азовстали. Россия получила 55 военнослужащих и политика Виктора Медведчука. Теперь, когда люди в Мордоре опасаются, что на убой отправят совсем не 300 тысяч, а больше миллиона человек, Песков, конечно же, берётся всё это опровергать. Пресс-секретарь Песков назвал ложью сообщение о планах мобилизовать 1 миллион 200 тысяч россиян. Как думаете, стоит ему поверить в этот раз? Вряд ли. Песков же всё время врёт и не краснеет. И главное, его абсолютно устраивает занимаемая позиция. То, что мне подфартило в жизни, это, конечно, то, что я оказался пресс-секретарём Путина. Потому что стать пресс-секретарём, ну, с моей точки зрения, самого влиятельного государственного деятеля в мире – это, конечно, удача в жизни. И, наконец, самым главным шутом и вообще всемирным посмешищем стал именно тот, кто ещё недавно изображал удивление от идеи шута Жириновского. Мы будем брать всю Украину, полностью! А уже через какое-то время он сам стал на полном серьёзе повторять всё то, что его же самого так веселило и забавляло. Так что нет. Жириновский не был волшебным предсказателем. Он просто заранее ретранслировал все кремлёвские планы. Никакой магии. Да? Только единственные прогнозы усопшего лидера ЛДПР звучат довольно интересно и оптимистично. Он озвучил их в своём последнем выступлении. Россия победит, и пусть я сдохну, если вру. Одну часть своего же пророчества Жириновский благополучно уже выполнил. Значит, второе условие – поражение недовеликой страны, развязавшей одну из самых позорных войн в истории. Лишь вопрос времени. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова